откуда вообще появились трансгендеры ну давайте не путать трансгендеров и вот эту вот моду на тренд трансгендеризм и собственно говоря медицинскую проблему герма фред как гермафродитизм до гермафродитизма так она и называется гермафродитизм я проверила эту проблему я например помню очень удивилась когда встретила это слово и вообще описание краткая правда упоминание этой проблемы у пушкина в его путешествие в разрум пожалуйста вот вам цитата тут узнали мы что между пленниками находился гермафродит раевский по просьбе моей велел его привести я увидел высокого довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки мы и осмотрели его в присутствии лекаря это был мужчина с женской грудью зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским мы спросили его не было ли он оскоплен бог отвечал он кастрировал меня сия болезнь известная ипократу по свидетельству путешественников встречается часто у кочующих татары у турков хоз есть турецкое название сим мнимым гермафродитом но считается что первым трансгендером что кстати меня совершенно не удивляет был вольно отпущенник и возлюбленный жуткого императора жуткого вообще персонажа человеческой всей человеческой истории нейрона который был ясное море подростком как они любили в те времена вряд ли он отвечал нейрону взаимностью хотя бы потому что нейрон очень жестоко кастрировал и не просто кастрировал а пытался сделать из него женщину то есть пытался провести первую самую настоящую операцию по смене пола и впоследствии женился на нем ну дальше я вам подробно опишу как все это происходило нейрон мы помним что это та еще сволочь человек который первым додумался устроить гонение на христиан человек которого долгое время вообще считали антихристом по многим причинам во первых слова его полного имени буквы если вот первые буквы сложить в цифры как это знаете любят делать большие любители таких поисков таких знаков и соединить все вместе то получается то самое число которое нехорошо произносить да чтобы не накликать ну понимаете какое число еще несколько есть таких признаков например когда он был маленький миссалина помните из мировой истории такую миссалину страшную прелюбодейку нефоманку жестокую женщину от которой произошло понятие бешенство матки я пожалуй о ней отдельную запишу еще программу потому что она конечно такого наворотила что стоит отдельной программы так вот у миссалины был сын британик который теоретически мог занять место императорской то есть стать императором после смерти клавдия отчима нейрона и опасаясь что императором станет нейрон и судьба британика ее сына будет не такой счастливой опасаясь кстати вполне себе имея на туризон и так оно и вышло она к маленькому нейрону подослала убийц но убийцы в ужасе убежали от нейрону потому что увидели якобы что в изголовье его кроватки спокойно себе спала змея а значит он и сам вот такой вот змей антихрист ну это конечно легенды но наворотил он много чего начиная от того что он убил свою мать с которой судя по всему прелюбодействовал и убил конечно этого британика убил первую жену убил вторую жену убивал очень всех на свете убил убийц убил множество христиан все это описано у светония подробно у тоцита у тоцита даже мне кажется немножко подробнее чем надо описано это также у генрика сенкевича в его произведении к магридеши которая на мой вкус слишком изобилую прям такой переизбыток особенно в первых главах наименований знаете как что называлось как какие комнаты назывались у них как в бане какие значит вот здесь париться а здесь сушится и все это имеет свое отдельное название этого так много 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 как будто сенкевич хотел нам всем показать что он все это знает он большой молодец и вот он нам демонстрирует эти знания это выглядит немножко так наивно смешно но это только в первых буквально страницах дальше сюжет очень захватывает прям невозможно оторваться несмотря на такой не самый блистательный язык прямо скажем не маркис но мобильскую премию то свою получил маркис то ее получил пришел маркис но сенкевич тоже получил почитайте в любом случае очень интересно описываются те времена и подвиги этого самого нейрона и что он вытворял литератор в отличие от историка имеет право отвлечься от истины и скажем так приукрасить ее или до придумывать мне вот всегда кажется что литератор не может и не должен если он пишет на исторические темы он не должен позволять себе искажение тех событий какими они были но он может позволить себе додумать какие-то события про которые точно неизвестно ну обстоятельства подробности вот известно что нерон убил свою вторую жену а как а подробнее и как он потом женился на этом вот вольно отпущенники своем я признаться грешница тоже люблю такие штуки я сейчас дописываю свой роман большой про конец света и там есть эпизод как раз про нерона если мне позволите поскольку мы обсуждаем эту тему кто был первым трансгендером ровно эту историю я вам зачитаю так как ее вижу я на основании прочитанных мной книг и собственной авторской фантазии нерон раздражаясь все больше заметил как широка стала сабине белое стола расшитая сценами из жизни венеры спущенный понизу пурпурной лентой украшенный жемчугом но насколько она стала красивее порозовев от заката эти беременности тебе не к лицу сказал нерон ты худеешь как мальчик и волосы твои уже не так сияют на солнце знаешь на кого ты стала похожа на моего вольно отпущенника спора хоть ему и 15 а тебе 35 прямо одно лицо и почему ты все время в белом почему не в пурпурном не в красном учитель твой сеника говорит что жена императора не может одеваться как вольно отпущенница или продажная девка нерон только фыркнул в ответ из последних сил стараясь не испортить яростной вспышкой они участились в последнее время предстоящий им романтический вечер невиданное представление над организацией которого он работал с такой тщательностью и фантазией вскоре солнце окрасило небо над тибром в багрянец и пурпур те цвета которые сеника видите ли запрещает носить и кому императрица сабине прекраснейшая из когда-либо сотворенных какими-либо богами чья поступь по мрамору дворца нерона все еще останавливает его диафрагму ведь у него в отличие от сабины кое-что есть внутри как минимум эта самая диафрагма закатное солнце покачиваясь торчало из тибра как малиновая голова из тела сабины когда она вытуживала из себя их дочь не прожившую и полгода взяв жену под руку нерон повел ее вглубь садов развеяв ее опасения спотнуться наступающей мгле закатных лучах они прошли аллею стриженных миртов и земляничных деревьев обогнули стройки парисов похожих на верное войско нерона умирающие сейчас где-нибудь в галлии во славу своего императора о каким я был до тебя никак не успокаивался нерон рим не мог и мечтать о лучшем правителе я сыпал их хлебом и землями я снизил налоги они носили меня на руках но потом появилась ты ты хотела скачки я устроил тебе скачки ты хотела чтобы я скакал сам я научился скакать ты хотела ради потехи чтобы все сенаторы и потомки лучших фамилий участвовали в моих представлениях я их заставил для тебя привязывали голых пленниц к буйволиным рогам и раздирали их на ипподроме для тебя я топил целые флотилии устраивая гладиаторские морские бои а потом я и сам привык эти зрелища захватили меня я уже не мог обходиться без них мне нужно было еще мощнее еще грандиознее еще кровавее не львти себе сказала сабина ты родился кровавым твой отец проливал горькие слезы о беременности твоей матери сказав что из ее чрева может выйти только зло для всего человечества нейрон метнул сабину испепеляющий взгляд но промолчал взгляд она не заметила и разумеется зря вдоль всей дороги были расставлены столики а на них закуски по рецептам из а пиццевой поваренной книги и все из любимой нейронам свинины тут было и вымя под соусом из печени красноперки и тело жареный боров с корзиночками сирийских фиников в зубах обложенные дроздами фаршированными изюмом и матки не опоросившихся свиней которые опицы рекомендуют в пищу девам коленопреклоненные рабы протягивали императорской чете золотые кубки с вином разбавленным горячим медом жеными косточками и драгоценным шафраном и горький абсент из понтийской полыни с тремя скрупулами мастики прогуливаясь под руку с похудевшей женой нейрон иногда для забавы пинал рабов между ног и если они при этом проливали хоть каплю телохранители тут же оттягивали их к ипподрому где на следующий день их зашьют звериные шкуры и бросят диким зверям для отвлечения и без того озверевший толпы у которой пожар отнял последнее могла уже начала ластиться кипарисом и слышалась отдаленная цитра обещая вполне романтический вечер если бы не этот пронырливый запах дегтя оттеснившие мирты и мяту и только усиливающиеся с каждой пройденной тихой аллеей а потом чтобы наполнить твою пустоту я сделал что что нерон перешел на зловещий шепот я сжег рим и теперь мне приходится изничтожать последователи этой новой секты имени распятой собаки чтобы все поверили что их дома сожгли именно они сектанты они их император как ты думаешь они верят шепотом спросил сам себя нерон опустил голову и увидел что могла со скользнув с кипарисов коснулась его сандалий дайте света взвизгнул он шепелява как боров с финиками во рту и тут же сотни голых черных рабов только что отражавших серебряные каракули луны озарились вспышкой сотен дегтярных факелов витых гирляндами из левкоев и раздался еле-еле уловимый то ли стон то ли вой а может быть это просто фальшивило цитра потому что глотки измазанных дегтем привязанных к установленным в глубинах аллеи столбам христиан пойманных на этой неделе в катакомбах целыми семьями были надежно заткнуты кляпами и даже привязаны к собственным матерям младенцы только по жабе сучили лапками и безмолвно пучили зенки на пожирающие их языки пламени а ты боялась что будет темно самодовольно сказал нерон гордой новой придумкой меня сейчас вырвет только ответила сабина ничуть не восхищенное зрелищем не надоели твои капустники капустники как ты сказала мои капустники тебе надоели да ты надоела мне вся вдруг разорался нерон так что рабы уронили в газон не то что по капле а по целому кубку и уже не сдерживая ярость император сильно ударил императрицу ногой в живот а представление удалось на славу беззвучно под звуки цитры полыхала аллея платанов и кипарис оказались надгробными памятниками тем тремстам с лишним кто послужил освещением романтичного вечера изящными и живописными факелами впрочем никто разумеется не собирался писать их ни живыми ни мертвыми последними догорели их кляпы и ветер долго еще носил прах и залу вдоль покрытых белыми бутонами миртов и земляничных деревьев жалко сабина не видела в ту же ночь золотом дворце самом большом когда-либо построенным людьми или богами среди пастбищ лесов и озер которого можно было бы поселить целый народ в прихожей у ног 35-метровой статуи мужа сабина умерла в луже собственной крови кровь текла у нее изо рта из лона которыми так и не успел вдоволь насытиться император горевал он не понарошку бальзамировал ее тело набив его травами и драгоценными специями удостоил ее божественных почестей как если бы действительно хоронили венеру и сжег на похоронах годовой запас благовоний всей аравии как она добивалась он казнил сенику за одной из ревности утопил на рыбалке ее сына первого брака подростка а сам женился на другом подростке вольно отпущенники споре предварительно его кастрировав и хотя он называл его сабиной и жил с ним как с женой и заставлял носить сабинины пышные наряды и украшения а всех остальных обращаться к нему императрица и госпожа все равно это было не то вот так друзья мои появился первый в мире трансгендер чем весь этот разврат и прочее не буду вспоминать площадную поговорку кончился для древнего рима узнаем очень быстро минули золотые деньги древнего рима он был завоеван варварами и как говорили римляне сик транзит глория мунди свежие продукты со знаком качества овощи и фрукты собранные вручную ватрушки и ароматный кофе все это можно приобрести на московской ярмарке на улице ватутина 18 корпус 2 павильон выполнен во французском стиле помещение оснащено системой кондиционирования